Девушки отдыхают Представляем мне, как еще-то Ладно Сегодня вот такой день Я еще такой думал Как бы, да Целияка, все Началась вот эта вот наша, да Любимая погода Но мы в тепле Да, но мы в тепле и мы ищем Бога Аминь И мы все-таки здесь, и это наша реальность И Бог воздает кому? Ищем Его И действительно воздает, понимаете Да, Отец ваш, видящий Тайное, воздаст как? Явно Кто хочет, чтобы мы воздали явно? Болгоград Дай руку хотя бы поднимите Вот Тут правил Вот это слово Проверно Договорим Что Откровение Откровение В комнату И так Ладно Название темы сегодняшней Дерево жизни Сегодняшняя тема называется Дерево жизни Оползнил из дерева, да? Да На днях, да? Какой-то Ты поделился И для меня это стало подтверждением Я еще немножко Ну как Я вообще планирую пригласить Игорь Ивановича сегодня Мы с ним даже договаривались Там среди недели Что он будет проповедовать Там у нас сегодня Ну Мы сдвинем собрание Там под него подстроим Он там 4-5 часов Только мог Приехать Но В четверг В 12 часов ночи Я нарвался на один стих И Я после этого Не спал до 3 часов Как бы все Я там И тему приготовил И просто понял Что я нарвался На что-то очень серьезное Знаете Бывает такое Вот Ты Когда нарываешься На что-то серьезное Ты понимаешь Что ты на что-то серьезное Нарвался Вот И Вот Я не знаю Как вы сегодня Это все поймете Впитаете Да Насколько Вы Действительно Ощутите что-то Да Какую-то работу От этого слова Ну Может быть Слово Действительно большое Объемное И мы в него Только будем входить Грубо говоря Я так думаю Да Еще над этим Откровением Нужно работать Нужно размышлять Но Я говорю Я вот недавно Жил Вот В таком Состоянии Как искал Бога И Вот Пытался выразить Что Ощущаю Да В первую очередь В самом себе Пытался выразить Знаете Вот И у меня было Такое ощущение Что я вот-вот Близок К тому Чтобы Выразить Эту формулу Познания Истины Знаете Вот Я вот Близок Чтобы Сформулировать Это Откровение Что-ли Да Вот Это Что-то Самое Важное И Когда Я Нарвался На этот стих И Когда я Начал Размышлять Над этим Откровением Я Как будто Понял Что Это Часть Того Что я Пытался Сформулировать Да Я Не буду Говорить Что Да Потому Что Действительно Наверное Человеческим Языком Сформулировать Истину Да Тем более Там Под запись Как-то Наверное Практически Невозможно Это Это Больше Духовное Понятие Которое Ускользает Да Это То Что Иисус Сказал То Что Соломон Говорит Невозможно Поймать Ветер Да Невозможно Поймать Ветер Знаете Почему Невозможно Поймать Ветер Ну Ты Ловишь Когда Берешь Банку Например Там Лисосуд Какой Ты И Ловишь В Невозможно Ветер И ты Заглядываешь Туда И что Уже Ветра Его Нет Правильно Он Уже Не Движется То Да То И Познание Истины В Принципе Оно Заключается Тоже Вот Не В Каком То Таком Знании Которое Ты Схватил И Ты Понял А именно В знании Их Движении Когда Есть Движение Поэтому Даже Иисус Когда Говорил Да Вы Познаете Истину Истины Сделает Вас Свободными Он До Этого Сказал Если Вы Будете Продолжать Следовать Моему Учению И Исполнять То Что Моё Слово То Вы Истина Мои Ученики И Дальше Он Сказал И Вы Познаете Истину Истина Сделает Вас Свободными Я Уже Давно Как Был Об Этого Говорю Что Познание Истины Заключается Познание Истины А Соответственно И Свобода Правильно Потому Что Иисус Сказал Вы Познаете Истину И Истина Сделает Вас Свободными А Свободными От Чего Аминь Аминь Правильно Думаешь Будь Уверенней От Греха Потому Что На Это Когда Он Сказал Вы Ему Сказали Ну Мы Небленькому Рабами Мы Дети Авраама А Иисус Говорит Всякий Делающий Грех Есть Раб Греха Нам Он Предложил Эту Свободу От Греха И Он Не Предложил Свободу От Греха Вот Вы Сейчас Все Но Он Говорил Если Сын Освободит Истина Свободными Будете Если И Познаете Истину Истина Сделает Вас Свободными И Выше Как я Говорил Что Он Сказал Что Если Будете Продолжать Следовать Моему Учению То Вы Мои Ученики И познаете Истину Истина Сделает Вас Свободными Понимаете То есть Другими словами Мы понимаем Что Познание Истины И Наше Освобождение Ощущение Свободы Оно Как раз И заключается Вот В слове Какого Продолжать Продолжать Следовать Ему Возвращаться Назад Вот Помните Как Жена Лота Что С ним Случилось Помните Нет Вот Она Убегала Из Этого Из Разрушавшегося Содома И Гаморы И Что С Не Продошло Оглянулась Она Назад И Превратилась В Соляной Стол Вот Это Все Про Образы Понимаете Это Все Про Образы Да Поэтому Иисус Говорит Никто Взявший Положивший Руку На Царство Божие Такое Не Войдет Царство Божие Это Принципы Понимаете Нет Это Принципы Вот Поэтому Мы Должны Их Изучать Мы Должны И Учиться И Мы Должны Вот Ну Вот Это Все Впитать Для Того Чтобы Прийти К Познанию Истины Для Того Чтобы Однажды Ощутить Себя Свободным Именно Ощутить Понимаете Не Просто Вот Провозглашать Я Свободен Я Свободен А На Самый Дель Не Свободен Но Ощутить Что Ты Свободен Да Ну Например Как Да Вот Ну Просто Буквальный Пример Я Был Наркоман Я Сейчас На Героин Смотрю Но Я Свободен В Любых Обстоятельствах Понимаете Много Мало Один Я С Кем Я Понимаете Полностью Свободен Совершенно Не Вызывает Даже Никаких Эмоций Даже Спрашиваешь Себя Может Ну Просто Теоретически А может А че Не хочется Понимаете Вот это Называется Свобода Потому Что У меня Даже Ну Все Вы знаете Эти Пример У меня Друзья Были Которые Тоже Вроде Как Наркотики Бросили Но Потом Уже Жизнь Устаканилась Уже Ребенок Уже Хорошая Зарплата Уже Хорошая Работа И Вдруг Раз Находит В туалете Мертвого Умер От Передозировки Это Что Говорит Несвободный Человек Правильно Несвободный Человек То есть Человек Который Пытается Терпеть Человек Который Пытается Заставлять Себя Не Хотеть Понимаете Вот Это Несвободный Человек А Когда Ты Действительно Не Хочешь Понимаете Не Хочешь Вот Это Свобода Аминь Хотите Свободы И Можно Мы должны быть свободными от всего, да. Вы понимаете, Гибель нам говорит, да, любовь к деньгам хорит всех в зол, да, и она нам как бы учит это. А что такое вот эта вот любовь к деньгам вообще? Павлочность. Да, вот это вот хочу. Ведь что такое деньги? Что такое деньги? Это возможность, да, осуществлять желания. Вот, да, осуществление своих желаний, правильно? И просто ты можешь покупать вот это осуществление своих желаний. Платфа, платфа. Тогда в принципе, ну смотри, платфа, но вещь очень важная, потому что мы сегодня говорим, какая тема называется, дерево жизни. Аминь. Я вот как раз к этому сейчас подвожу. Я не знал даже как Бог меня поведет по этой теме, потому что я даже вот сейчас, куда я пошел, я немножко по-другому сейчас пошел. Но в принципе вижу, что хорошо пошел. То есть вот что такое любовь к деньгам? И вот деньги на самом деле, да. То есть у нас сами деньги, они что? Что ты? Не съешь, не погреешься, да, они ничего, да. То есть если бы не было вот этой системы мира, да, грубо говоря, куда применить эти деньги, то деньги это ну какая разница, да. Он, даже берешь эти сейчас старые советские деньги или какие-то, какие бы ни были пачки, все, они не имеют ничего, правильно, да. То есть сами по себе деньги, они ничего не дают, да. Тогда дает вот эту вот власть, вот это вот, тогда что нас интересует-то по сути, да. Что мы вот это вот надеемся получить от этого, да, когда мы хотим денег? Что? Исполнение своих желаний, правильно, да. Исполнение желаний, исполнение желаний. И вот сейчас тогда мы говорим вот эту главную мысль сегодняшнюю, да, открываем притчи, 13-ю главу. Я открою его в, вот у меня сейчас тут в телефоне, в своем, потому что именно из этого перевода я и получил это откровение. Потому что много раз читал я вот в каноническом переводе и откровение не получал. А получил, вот прочитав в своем переводе, получил, конечно, там единственное вот изменение, но оно такое ключевое. Я ничего не хочу сказать там, что правильно, что неправильно, потому что может правильно и то, и другое быть. Но я верю в Библии, верю откровению, как бы, что суть, она здесь есть. Значит, 13-я глава, 12-й стих. Прочитайте сначала в своем переводе, кто-нибудь. На гнезу долго не сбывающийся томит сердце, а исполнившиеся желания, как дерево жизни. И, знаете, вот, кстати, вот я сейчас вижу, у меня сейчас тоже открыто здесь и открыто в телефоне. И здесь написано, и здесь вот, вот эта вот приставка как, она даже выделена другим шрифтом. Видите? У меня тоже. Другим шрифтом, как, да. И я так думаю, что это как добавление переводчиков. Понимаете, вот они для того, чтобы... Сосредь внимания. Нет, наоборот. Зачем они ее ставили, я не понимаю. Но оно так проще воспринимается. Когда ты, как бы, недуховный человек, то есть, когда стоит приставка как, мы уходим в сравнение, мы уходим в аллегорию. Как? Делается подобным что-то, да. То есть, исполнившее желание, он говорит, как дерево жизни, да. То есть, у меня в переводе вот то, что меня осенило, то, что меня вот держало там до трех часов ночи, я не мог уснуть. Я, на самом деле, этот стих отправил там пятерым или шестерым людям ночью еще там в 12 часов. Там, ну, потом я с некоторыми еще дискутировал там и так далее, но мне захотелось делиться вот этим. Что, ну, чтобы люди вот поразмышляли на самом деле. Потому что, ну, мне показалось, я нарвался на клад вот в этот вот момент. Я нарвался на клад, я нарвался на что-то, ну, серьезное. Вот теперь вот читаю, как я прочитал, да. Надежда, которая все никак не сбудется, томит сердце, а сбывшееся желание – дерево жизни. Чем отличается стих? Приставкой как? А есть разница вообще, да? Вот, то есть, ну, знаете этот вот анекдот, да? Там, этот, грузин машину купил, да, и какого это, говорит, какого цвета, говорит, машина его спрашивает. Апельсин, знаешь? Знаю. Такая же, только черная. Понимаешь? То есть, зачем апельсин вставлять, понимаешь? Он дает образ, который как бы вот вообще не нужен, да? То есть, вот такая же, только черная, да? То есть, вот апельсин – это то, что он больше всего там любит, наверное, да? Поэтому для него вот только черная и все. Тогда, да, что, как, да? И вот в этом вот как быть, даже вот, да, вот это вот, то, что как раз вот я и хочу сегодня до вас вот донести, что нам Библия хочет, куда нас хочет привести. Мы иногда говорим, да, Иисус, я хочу быть, как ты, да? Я хочу быть, как Иисус. И вот эта вот приставка «как» – она, с одной стороны, немножко смягчает, так, да, вот для восприятия того, что хочет для меня Бог, а с другой стороны, немножко уводит в сторону. Понимаете или нет? Потому что Иисус сказал, прибудьте во мне, я прибуду в вас. Вы будете мною, другими словами, я буду вами. Когда Павел говорит «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего». Это что значит? Я когда читал эти слова, у меня всегда что-то тикало внутри меня. Как он, почему он именно так формулирует? Почему он не говорит «Бог благоволил открыть мне Сына Своего»? Правильно? Просто «Открыть мне Сына Своего». Он говорит «Открыть во мне Сына Своего». Он говорит то, что не я теперь живу, но Христос живет во мне. Понимаете? Другими словами он говорит «Я Христос». Аминь или я не аминь? Вы понимаете или нет разницу? И тогда вот этот вот стих, да, мы возвращаем на Христос, который мы прочитали. Как сбывшееся желание, как дерево жизни или сбывшееся желание дерева жизни? И это ответственно уже. Это уже более ответственно. Потому что, по всей видимости, ну я верю больше. Потому что раз тут даже другим шлифтом выделили, да, мы можем, конечно, идти там в оригиналы и разбираться. И может быть когда-нибудь я туда пойду, или вот там у меня сейчас возможно учиться в институте, пытаться задавать эти вопросы, пытаться, да, узнать, что же там написал Соломон или как это выглядит. Но, по всей видимости, это действительно так. То, что сбывшееся желание – дерево жизни. Я нигде. И когда я начал размышлять об этом именно таким образом, что дерево жизни есть что? Сбывшееся желание. Сбывающееся желание. Это чем отличается сбывшееся желание от желания просто? Исполнение. Всем отличается, правильно? Сутью, самое главное, отличается, правильно или нет? Если мы подумаем, на самом деле, что такое человек, вот из чего мы состоим вообще? Знаете, из чего состоим? Из желаний мы состоим. Всегда и все время мы состоим из желаний. Либо есть, либо спать, либо идти, либо охотиться, либо еще что-то, либо еще что-то. Мы, на самом деле, сосуд. Понимаете или нет? Мы не поняли, кто мы, на самом деле. Мы сосуд. Мы не можем не желать. Мы не можем не хотеть. Понимаете или не понимаете? Мы состоим из желаний. И здесь вот в этой притче сказано, что ни надежда долгой, не сбывающейся, томит сердце. Томит душу. То есть, да, понимаете или нет? О чем нам, ну, как бы, вот мудрый Соломон говорит, что куда он копнул, да? Он говорит то, что вот желание, не сбывающиеся желания, они нас мучают. Правильно или нет? Это и есть, ну, вот эта вот мука, томит сердце, что что-то не происходит. И он берет обратную вещь. А исполнившиеся желания, исполняющиеся желания, есть что? Есть дерево жизни. Вы понимаете это или нет? Размышляйте над этим. Это глубоко, на самом деле. Это глубоко. Это о том, что вообще хочет Бог. Кем Он нас создал вообще. Для чего Он нас создал. Все вокруг вот этого, понимаете? То есть, мы состоим из желаний. Но есть разница. Эти желания исполняются или не исполняются эти желания. Ведь на самом деле, вот если ты задумаешься, от чего зависит твое счастье. В какие моменты ты был счастлив? Вспомни. В какие моменты ты был счастлив? Я вот недавно так вспоминал, думаю, вот какой для меня пик вот этого вот кайфа, вот этого счастья. Вот, ну, у меня хорошая аллегория со спортом. Знаете, когда я гол забиваю. Например, вот как в хоккей играю, вот он пик вот этого вот, вот этого вот момента, и ты его потом прокручиваешь со всех ракурсов, во всех действиях, как ты его забиваешь. Или даже отдаешь пас голевой или хороший, да? Когда вот действительно у тебя что-то получается, ты что-то родил. Понимаете, о чем я говорю? Ты сам счастливый в своей команде. Да, ну, да, да. Ты больше всех забиваешь. Ну, было время, да. Но, понимаете, исполнившееся желание, исполнившееся желание, да? Для кого-то это вот даже там, ладно, мы сейчас не пойдем в негативные как бы желания, но это все равно желание, да? Это все равно желание, исполняющееся желание. Тогда просто я понимаю, что у человека вот внутри сидит вот эта вот штука, понимаете? Писано, Бог сотворил нас по своему образу и подобию. И я думаю, что вот этот образ и подобие как раз и заключается в том, чтобы иметь внутри себя желание, понимаете? Иметь внутри себя что-то, что-то, что требует реализации, что требует выплеска, да? Что требует вот чего-то вот, ну, как, понимаете, да? Чтобы это вот попало в цель, и оно свершилось. Вот это вот, ну, вот это вот жизнь человека, на самом деле. Все, что нам нужно. Все, что нам нужно. Это вот это вот исполнение собственных желаний. Аминь или не аминь? Поэтому, и вы понимаете, что Бог нас именно на этом создал. Сейчас мы пойдем в бытие. Давайте, уже не буду вас томить, потому что на самом деле мы уже до туда добрались. Смотрите. Третья глава, искушение начинается в саду. Третья глава, бытие. Змей был хитрее всех зверей, полевых которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вы помните, как выглядел рай? Все, что мы о нем знаем. Да, это были деревья, это был сад Божий. И Бог сказал, ешьте от любых деревьев. Не ешьте от дерева добра, познания добра и зла, и вы умрете. Он даже не запретил есть дерево. Он сказал проконстантированно, он говорит, не надо вам с него есть, вы умрете. Он дал эту свою мудрость. Да, Он дал это свое предупреждение, повеление, понимаете? Но, и там написано еще, помните еще какое дерево было посреди рай? Дерево жизни. Дерево жизни. И вот, у меня всегда был вопрос, что же это за дерево жизни? Что же это за дерево жизни? Что это такое на самом деле? И мы просто вот так иногда мирским, как бы вот, ну, жизнью вот этой плотской, да, и своими взглядами так забит наш разум, что мы не можем понять, что такое дерево жизни. Потому что дерево жизни, это точно не дерево, как физическое оно выглядит. Это что-то духовное, это духовный символ. Понимаете ли, не? Это духовный символ чего-то. И, ну, вот какая картина у меня нарисовалась, можете принимать, можете не принимать, ну, вот как дерево жизни, да, и если мы берем за основу вот этот ключ, который дает нам Соломон, что исполнившееся желание есть дерево жизни, да, исполнившееся желание есть дерево жизни, то тогда вот это вот и есть, да, то тогда другие деревья, это что? Это тоже желание. Это тоже желание. Это тоже вот наши, ну, вот хочу это съесть, хочу это хочу это хочу это понимаете или нет это наше желание но дерево жизни это божье желание это совершенное желание это желание как бы выше это желание другого уровня желание которые нас растят которые дают нам саму жизнь это так вот для буквальности для того чтобы просто над этим поразмышлять не факт что это прям вот так и есть но я думаю мы близки к чему-то чтобы что-то понять итак в чем заключается осуждение заблуждение в чем заключается ложь дьявола вот я сейчас вам прочитал смотрите что что он навязывает ели что он навязывает оправдали сказал бог что да подлинно ли бог сказал не ешьте ни от какого дерева в раю представляете вот бог им все разрешил все разрешил а этот приходит и говорит а правда что он вам ничего не разрешил понимаете или не понимаете в чем заключается вот это вот это вот ложь вот это вот понимаете очень сильная ложь это то чем мы с вами все заражены частично 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 весь мир этим заражен это то искажение та ложь которую в нас у дух этого мира всунул который нам пытается сказать что бог вам что-то запрещает бог это тот который вот он создал эти деревья эти же эти да эти так желания и и не дает вам опробовать что бог он такой который вот пойти это же издевательство правильно или нет насадить самому задумать придумать то есть знаете о чем я говорю бог нас создал с желаниями с желаниями и не просто с желаниями а с возможностью реализовывать свои желания понимаете с возможностью кушать от всех этих деревьев которые есть саду и больше того кушать от дерева жизни от вот этих желаний понимаете про что я говорю бог нас задумал быть счастливыми аминь или не аминь бог задумал нас быть счастливыми бог задумал нас чтобы мы хотели и получали аминь вот наш механизм вот наши образ и подобие вы посмотрите какой бог на самом деле ведь нам сдает вот это вот картина как бог творил он горит бог и сказал бог да будет свет и стало так что что означает сказал бог да будет свет да значит пожила бог бог захотел чтобы был свет и стала так и сказал бог да произрастит там земля растение и стала так то есть для того чтобы стало так бог сначала это пожила Правильно или нет? То есть было время, когда этого не было, Бог пожелал, и это исполнилось. Понимаете, кто такой Бог тогда? Бог это тот, кто делает то, что Он хочет. Аминь. Понимаете, аминь. Аминь, 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 потому что Бог нас так создал. Вы знаете, куда нас иногда ведет религия и вот эта дьявольская ложь? Как будто бы нам нельзя хотеть. Понимаете или нет? Как будто бы нам нужно не хотеть. Нам нужно бороться. Нам нужно себя... Понимаете? К чему нас это приведет? К тому, что мы будем не любить Бога. Понимаете? К тому, что вот это дьявол настраивает Еву против нее вот в этом вот моменте очень тонким образом таким. А правда ли, что Бог вам запретил есть? А правда ли, что Бог вот Он такой? Понимаешь, задумайся, да? Понимаешь, вот Он... Есть у вас это внутри, или нет? Вы подумайте, каким мы Бога себе часто представляем. Я читал однажды, вернее я слушал это аудио, версию книги Клайв Льюис Теплс. Это очень такой знаменитый христианский автор. Действительно серьезные вещи. Вот там книга из «Настоящего христианства». И вот он там размышляет над тем, что такое христианство. И он приводит такой пример. Однажды одного ребенка спросили, как ты можешь вот сформулировать Бога? Что такое Бог? Кто такой Бог? И ребенок ответил. Вот ребенок в простоте своей ответил просто, вот как он представляет. Потому что вот это прям действительно отражает. Он говорит, это тот, кто все время все видит, за нами наблюдает, чтобы мы не делали то, что мы хотим. То, чтобы мы не делали то, что нам нравится. Вы понимаете? То есть ребенка же воспитывали, правильно? Ему там сам, ему там, да, говорили, там, сладкого не ешь много, зубы будут болеть. Там это не делай, то не делай. Бог все видит. Не обманывай, там, туда-сюда. И у ребенка сформировалась вот эта вот мысль внутренняя. И когда его спросили, вырази вот это, что есть у тебя внутри, накрасительно Бога. И ребенок выразил таким образом. Это тот, кто все видит, наблюдает за нами, чтобы мы не делали то, что мы хотим. Как бы, да, чтобы мы вот... Это же неправильно, правильно или нет? Это и есть заблуждение. Это вот и есть как раз, понимаете, вот этот змей, который обрастил и дал вот эту мысль Еве. Дал вот эту мысль. А правда ли Бог сказал, что вам нельзя есть деревья, плодов с деревьев в саду? Вы сами подумайте, понимаете? И вот, понимаете, мы вот в эту ложь, вдруг она непонятно откуда в нас зашла, и мы в нее начинаем верить. Бог запретил, Бог запретил. Это нельзя, то нельзя. А зачем же он нас тогда создавал тогда с этими желаниями? Зачем он меня создал с этими желаниями? Если он меня запретил, зачем он создал тогда эти деревья? Понимаете, что такое деревья, да, или нет? Это желание. Это вот возможности, это реализация. А дерево жизни – это исполнившееся желание. То, что мы прочитали. Бог нас создал, ну, как вот с этой способностью добиваться, реализовываться по подобию своему, по образу своему. Он нас создал для того, чтобы мы вкушали с этого дерева, с деревьев и с дерева жизни, на самом деле. Понимаете теперь, что значит, для чего нас создал Бог? Бог создал нас желать что-то, сильно желать и получать это. Понимаете ли я? И вот это есть сама жизнь, по сути своей. Вот это есть сама жизнь для человека – иметь желание и реализовывать свои желания. А что сделал грех? Что такое грех? Это тоже желание. Это тоже желание, но это испорченные желания. Это желание, это вот как раз грех, что он сделал. Он испортил наше желание. Он отделил нас от Бога. Он испортил вот этот вот механизм добрый, который Бог создал, наполнил его вот своей вот этой греховностью. То есть это тот же самый механизм – желать и хотеть, но испорченный. Понимаете или нет? Что делает Иисус Христос? Омывает своей кровью этот вот механизм. Понимаете? Очищает этот механизм. Очищает наше желание. Очищает нашу совесть. Очищает наш дух. Для того, чтобы мы те же самые. Понимаете? Он не пытается нас изменить. Заблуждение. Заблуждение бороться со своими желаниями. Заблуждение. Убивать свои желания. Это не тот путь. Путь – это очистить свои желания. Через Иисуса Христа. Через Его кровь. Через дух, который Он нам дает. Для чего Он дает нам Дух Святого? Что такое Дух Святой? Он говорит, когда я сделаю это, я очищу вас. И вы получите Святой Дух. Вы получите святые желания внутри себя. Вы получите ту же тягу. То же самое. Не нужно вас переделывать. Нужно просто очистить. Чтобы вы просто так же хотели, так же страстно хотели, желали пользоваться этим. Но чтобы еще вы этого достигали. Потому что, когда мы во грехе, когда наши желания нечисты, когда мы в духе этого мира, когда мы в этом обмане, наши желания ведут нас к смерти. Понимаете или нет? Наши желания разрушают нас. И поэтому, если Бог позволит нам, чтобы эти желания исполнялись, мы будем страдать, мучиться и умирать. И Бог не может нам позволить, чтобы эти желания исполнялись. Он не включает этот механизм. И смотрите, что Бог сделал. Я вам как бы доказываю это. Вот в бытии это все написано. Представляете? И сказал тоже 3 глава, 22 стих. После того, как они его согрешили, из-за чего Бог выгоняет Адама из рая? Вы знаете из-за чего? Кто-то скажет из-за греха. Будет частично прав. Но не из-за этого выгоняет. Смотрите из-за чего. И сказал Господь Бог. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки свои, не взял так же от дерева жизни и не впустил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бога из самого Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят. Из-за чего Бог его не ел? Чтобы не вкусил с дерева жизни. Понимаете? То есть вот Бог сказал, что, ну, если он с этими своими желаниями, вот в этой испорченной своей, в испорченном состоянии, начнут есть от дерева жизни, эти желания начнут сбываться. Потому что что такое дерево жизни? Исполнившееся желание. Исполнившееся желание. И, понимаете, вот, ну, на самом деле здесь все. Я не знаю, как вам еще это вот передавать и передавать. Наверное, мы еще будем об этом когда-то разговаривать. Но, понимаете, я просто хочу, вот, ну, донести до вас это. Понимаете? Что Бог, Он благой Бог. И задумал Он все. Очень хорошо. И механизм Он придумал по возвращению нас в Эдем. Совершенный механизм. Хороший механизм. Смассение через кровь Иисуса Христа. Через очищение нашей души, нашего духа, поступком Иисуса Христа. Для того, чтобы, вот, ну, очистить нас внутри. Для того, чтобы мы просто смогли что делать-то? Вкушать от дерева жизни, на самом деле. Вкушать от дерева жизни. Жить вот этой жизнью, в которой будут исполняться желания. Понимаете теперь, что такое быть христианином? Быть христианином, это быть человеком, чьи желания исполняются. Чистые это аминь. Но самое главное, они исполняются. Понимаете? Самое главное, они исполняются. Потому что это есть дерево жизни. Исполняющиеся желания. Понимаете или нет? И мы обязательно должны хотеть. И тогда мы вот, ну, мы вот, нам, когда мы через вот этот ключ, дерево жизни и желаний, мы посмотрим всю Библию. Вы посмотрите, как много там про это. Что практически все про это. И когда вот Бог, вот мы проповедуем, когда Бог говорит про Давида. Да, избрал я мужа по сердцу моего, который исполнит все желания мои. Потому что когда мы очищаемся, и вот я говорю, исполнение желаний, это исполнение Божьих желаний. Они сильные, они крутые на самом деле. И они будут исполняться. И ты посмотришь на жизнь Давида. И Давид прожил прекраснейшую жизнь. Правильно или нет? Очень сложную такую, да? Когда вот там ему сказали, ты будешь царем. И ты будешь таким царем, твой род продлится на... И из тебя будет Христос. И он принял это, и он жил этим, и стал царем, и сокрушал врагов, да? И царствовал, и даже когда там были проблемы, его там на какое-то время свергли, Бог так позволил. Да, его опять желание исполнилось. Правильно или нет? То есть мы видим, Давид прожил вот эту жизнь в исполнении своих желаний. Ты хочешь прожить жизнь в исполнении своих желаний? Хочешь прожить жизнь в исполнении своих желаний? Я вас спрашиваю. Конечно. Нам нужно кровь Христа, чтобы очистить эти желания. И чтобы его желания стали твоими желаниями. И они будут исполняться. Потому что исполняются только Божьи желания. Аминь. По-настоящему. Все остальное заблуждение. Но просто вот это вот, когда мы сольемся с ним, да? Потому что сам Иисус Христос есть дерево жизни. Аминь. Сам Иисус Христос, потому что Он есть вот это желание Бога, любви, желание Бога, который вот исполнил это желание Бога на сто процентов. Вот эту волю Божью. Иисус про себя говорил, я всегда делаю то, что Отец хочет. Представляете? Как Он мог это делать? То, что Он хотел, то, что Отец хочет. Понимаете? Он говорит, я и Отец одно. Одно. Думайте над этим. Думайте над этим. Поэтому здесь ключ. Для тех, кто еще сомневается, принимать Ему Бога, не принимать, взывать Богу, не взывать. Посмотри на эту ложь. Посмотри на эту ложь дьявола, который... Может быть, ты из-за этого не хочешь идти к Богу, потому что ты думаешь, что Бог это тот, кто запретил есть с этих деревьев, из дерева жизни. Понимаете? Но Он не запрещал. Он, наоборот, нас создал для того, чтобы мы ели от этих деревьев. Для того, чтобы мы ели от дерева жизни. Для того, чтобы мы жили жизнью, исполненной желанием. Желанием. И эти желания исполнялись. Это высший кайф. Это высший кайф, на самом деле. Это высшее наслаждение. И, понимаете, и тогда, когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что и страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Понимаете или нет? Потому что чем труднее иногда эта цель какая-то, чем ты... Понимаете? Когда гол, он приятен в хоккее. Знаете, когда? Когда команда соперников сильнее тебя. Понимаете? Мне доводилось забивать гол в игре, в которой вообще не получалось к воротам подъехать. Просто. Ну, команда была очень сильная. Счет был совершенно равный. И вообще, то есть, как бы, и по рукам, и по всему. И я помню, когда я прям продираюсь через это, и меня со всех сторон цепляют, и я уже падаю, и воротарь тоже там выезжает, и я каким-то образом пропихиваю эту шайбу в ворота, я вижу ее на меня, тут падают, меня давят, а я просто вот, у меня вот кайф просто, я... И не только я, и вся команда так же моя, да? И вот этот вот гол, понимаете, вот эта вот реализация, вот эта вот из этих трудных обстоятельств. Знаете, а голы, когда против меня трупы играют, я там и так, и так, и оп, и ух, и поехал, кайф, но не такой, понимаете, не такой, понимаете, не такой, а когда, понимаете, про что я говорю, да, про реализацию желаний, поэтому, легкий, 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 да, да, тоже, не, на самом деле, даже на тренировке, всегда, всегда нравится, всегда есть это ощущение, и от хорошего паса, и от хорошего какого-то действия, или еще от чего-то, да, ну, и то же самое здесь, да, вот, ну, просто вот видите, мы, да, мы баню решили задумать, да, и вот кто-то там, да и главное, нам бы дом достроить, нет, мы построим баню, нам нужна баня, мы хотим, правильно, баня стоит, и крышу покроем, и сделаем, правильно ли, нет? И, ну, вот это круто. Понимаете, вот это круто. И, ну, просто кто-то хочет сразу все. Понимаете? Ну, как сразу все? Сначала нужно, чтобы Бог очистил нас. Сначала, чтобы, понимаете, ведь не проблема в том, что Бог не хочет, или Бог не хочет реагировать на твои желания. Проблема, что нет вот этой синхронизации твоих желаний с его желаниями. То есть твои желания, они на каком-то другом уровне. Понимаете, ты хочешь того, что, понимаете, ты в этом состоянии еще не очищен. Ты еще не того желаешь. Они еще не до конца в тебе процесс произошел, чтобы твои желания начали исполняться. Понимаете или нет? Наша проблема не в том, что наши желания не исполняются. А проблема в том, что мы не в том месте, как бы находимся. Мы не в раю, не те деревья, не те желания, не то состояние. Понимаете или нет? Я помню, я вам рассказывал этот случай, но вот все в нашей жизни, оно в желаниях. Я когда в центр пришел и начал слушать Слово Божие, я был молодой парень, я вам рассказывал, мне там 21 год. Я наркоманом-то только не был. Я комплексовал от того, что вокруг меня там вот эти вот наркоманы, у которых куча историй, куча там наград в этой наркоманской жизни, да, что они то сделали, то. А я толком ничего не поделал даже. У меня даже мысли были, нужно пойти по колодце еще, чтобы уже как-то вся уют нечистая. Но я понимал, что это бред. Я понимал, что это глупо. Раз мне Бог дает сейчас, значит, мне нужно так думать, стараться. Не искать вот это вот оправдание каких-то, да, а искать вот, ну, что-то другого, наверное. И я помню, я хотел на прогулки, я вам про это рассказывал. Я вот иду на прогулки, я думаю, ну, я вот хотел только наркотики бросить. А вот я же уже слушаю о том, что, ну, христианская жизнь, она уже все, мне уже запретны какие-то вещи, да, а я хотел дискотеки, я хотел там тусовки, я хотел веселую жизнь. Ее-то я не хотел оставлять, я хотел оставить только наркотики. И вот, и вот я хожу с этим. С одной стороны, я понимаю, что мне туда, с Богом, к Богу, а с другой стороны, я ничего не могу с этим сделать, я хочу вот этого. Вот как мне быть? Как нам быть? Что нам с этим делать? Во-первых, надо в это посмотреть искренне, просто с этим столкнуться, что тебя мучает, разделить, понимаете, взять и искренне сказать, да, хочу вот это. И вот когда я начал вот это говорить Богу, Бог, я хочу вот этого, вот этого и вот этого. Я не хочу только наркотиков, вот это вот это, ну, не хочу я оставлять. Мне приходит вот эта мысль, я верю, что это Дух Святой, я верю, что это Бог. Мне приходит эта мысль, ну, если Бог, ты сделаешь, то есть я ощутил себя хотящим идти туда, но желания мои, ну, как мне с ними быть, я их вытащу, ты не могу из себя. И тогда я просто перед Богом вот этот компромисс заключил. Но если ты сделаешь так, что ты мне дашь вместо вот этих желаний, которые меня сейчас наполняют, что я хочу это, это, то, то, реализовывать вот эти свои мечты, желания, ты мне дашь другие желания, которые будут такие же сильные или еще сильнее, я сказал, ну, тогда в принципе-то я согласен. Потому что я понял, что все, что меня мучает, это меня мучает за эти мои желания, которые я понимаю, почему я не приведу. Я понимаю, что, ну, моя проблема не наркотики, а моя проблема весь вот этот образ жизни, в котором я живу, что меня он опять приведет к наркотикам. И вы знаете, что произошел в этот момент? Меня просто отпустило. Меня просто отпустило, я перестал переживать. Я поверил, что Бог сможет сделать эту операцию. Одни желания вырезать, другие желания вставить. Аминь или не аминь? Понимаете? Поэтому нам нужно, чтобы Бог просто вот нам раскрыл это, научил нас, кто мы есть, что мы за автомобили такие, понимаете? На каком топливе мы ездим, какие запчасти внутри нас, что нам действительно нужно, что такое есть счастье настоящее. Потому что я вам уже сказал, Бог создал нас для того, чтобы мы были счастливыми. Понимаете? Вот это и говорит о том, что Он создал эти деревья, создал нас и разрешил с них есть. Понимаете? Разрешил с них есть. И все для этого создал. Поэтому Он нас создал для того, чтобы мы жили и чтобы наши желания исполнялись. Исполнялись наши желания. Поэтому, когда я говорил в прошлый раз, знаете, что мы должны понять, кто такой Бог, что Бог это не добрый волшебник, а Бог это Бог. Вы знаете, я хочу немножко вернуться и сказать чуть-чуть, действительно, Бог это добрый волшебник. Чуть-чуть. Понимаете? И вот этой мечты из нас, я так понимаю, до конца никто вытащить не может. Потому что мы хотим в это верить. Потому что настоящие вот эти все столкновения с Богом всех людей, они как раз были связаны с тем, что люди что-то хотели от Бога очень сильно получить. Понимаете? И действительно, вот в положительных вот этих случаях, да, там Соломон просил мудрости. Получил. Понимаете? Там Даниил, да, тоже просил, тоже получил как бы, да. И, кстати, Даниил назвал, знаете как, муж желаний. Я, когда это вот, ну, видел, мне это на ум словало, там, он, это, иди, муж желаний, упокойся, да. Ты, вы знаете, вот, представьте, как, дайте просто вам прочитаю. Даниил, конец, что ему говорит Бог. Ну, мы, по-моему, читали, помните? Когда-то мы говорили про то, как хотелось бы нам умереть, грубо говоря, да. И вот, вот Даниил, он один из тех, кто вот умер реализованный, реализованный, как бы весь. Ну, просто там тринадцатый стих, последняя глава Даниила. А ты иди к твоему концу, упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Но, ай, где-то его тут несколько раз называют ангел, муж желаний, муж желаний, да. И я не могу до конца интерпретировать, что это значит, муж желаний, да. Где-то даже это, по-моему, как бы по-другому написано, типа, что это муж сердца Божьего, муж желания Бога, грубо говоря. Но и муж желаний тоже, я думаю, сюда подходит, как именно вот он тоже, ну, хотел все время чего-то. Ведь если вы вспомните, как у Даниила началась его, как бы, карьера, они были в тюрьме, как бы, пленные молодые юноши, которых вроде как вот избрали для того, чтобы они служили в чертогах царя, и им там питание предлагалось с царского стола. А Даниил в своем сердце положил и подговорил других, он говорит, дайте не будем мы оскверняться от этой пищи. Этим мы положим быть вот верными Богу. И он это, и он это, и это было реализовать не очень просто. Когда он об этом сказал, этим там, кто над ними надзирали, те испугались, он говорит, ну, нас накажут, если, ну, это, он говорит, делай эксперимент. Корми нас овощами, водой там и так далее, и проверишь, как мы будем выглядеть. И они делали этот эксперимент, и они выглядели, и от других юношей кормили вот этими царской пищей. И они, когда потом пришли там, они увидели, что эти румяне, сильнее, веселее относительно тех, которые едят со столовой царской пищи. Это прообразы, это прообразы того, как молодые юноши решили в молодости своей, в юности своей, посвятить своей жизни Богу. Посвятить своей жизни Богу. Вот это вот желание у него возникло, он его перед Богом поставил, он его начал двигать, он его реализовал. И это его, всю его жизнь потом благословило, грубо говоря. Понимаете, и потом он жил по этим принципам. Вот. Я надеюсь, что я, ну, я на самом деле, еще есть много примеров про это, да. Можем прочитать, вот, чтобы вы поняли про грех, да, чтобы вы поняли, что такое грех. Римлянам, седьмая глава. Да, теперь, понимаете, я знаю, что мы все что-то знаем и читали, и понимали. Но когда вот я начал применять этот ключ, что исполнившееся желание – это дерево жизни. Да, исполнившееся желание – это дерево жизни. И я понял, начал его применять ко всем местам в Библии, и мне по-другому все начало, как бы, я больше понял, что такое грех. Что грех – это то же желание, понимаете? То же желание, с которым ты не можешь справиться. Это так же работает, так же там тебя тянет, там и так далее. Но это желание на разрушение. Это желание, которое… Тебе кажется, что оно сбудется, и ты получишь от него удовольствие. А это как яма такая, когда оно будет сбываться, у тебя будет еще большая жажда образовываться, и еще большее разрушенное состояние, там и так далее. Понимаете? Как вот, ну, этот, обманул Еву, да, пообещав, да, там, ну, не пообещав даже, вот, заблудивший ее. Что там пришло? Проблемы там пришли. Вот просто она поверила в эту ложь, там, да, съела там от этого дерева, мужу дала, и все. И началось только все хуже. Хуже, хуже, хуже. Смотрите. Ибо мы знаем, 7 глава 14 стиха. Ладно, с 11 я прочитаю. Что это значит? Что это значит? Грех становится крайне грешен посредством заповедей. Это, вот, и есть как раз вот это, да, когда говорят, не, там, не трогать, а крашено, да? Знаете, да, или нет? Всегда хочется, что? Потрогать, проверить, да? И здесь то же самое, то есть вот этот вот принцип, то есть грех становится крайне грешен посредством заповедей. То есть, Бог нам показывает, то есть вот этот вот, то, что закон, то, что вот это нельзя, то, что запретить желать, это не выход из ситуации. Понимаете или нет? Это еще большая проблема, запретить своим желанием вообще тебя двигать. Но закон, он называется, он как путеводитель ко Христу, да? Это как вот, это тот, кто тебе просто вот обозначает, через которого ты вот учишься, что можно, что нельзя, потому что, и мы должны через это пройти, понимаете? Мы должны через это пройти для того, чтобы встретиться вот этой вот крайней грешностью греха. Что просто одним запрещением, не буду это делать, своим каким-то решением, ты не справишься с этим. Понимаете или нет? Поэтому христианство, настоящее, это не закон. Вот этот вот закон, это лишь детоводитель ко Христу, это лишь младенческое христианство, это лишь этап христианской жизни, через который вот нужно пройти для того, чтобы прийти в познание истины. Для того, чтобы прийти к этому дереву жизни, на самом деле. Понимаете или нет? Нужно действительно попытаться там побороться со своими желаниями, для того, чтобы понять, что, ну, невозможно с ними бороться. Невозможно. Запретить желать не получится. Потому что грех, вот он крайне грешен. Поэтому все, что хочет сделать Бог, это хочет перенаправить, очистить наши желания Иисусом Христом. И мы должны изучать, понимаете, вот то, что я говорю Иисусом Христом, в этом очень много. Мы должны это изучать, мы должны в этом быть, мы должны об этом думать, мы должны общаться, молиться там и так далее, для того, чтобы нам открылось, что же такое, кто же такой Иисус Христос? Иисус Христос во мне. Иисус Христос как желание Бога во мне. Понимаете или нет? Иисус Христос как желание Бога, которое осуществилось, которое осуществляется, сбывшееся желание из дерева жизни, понимаете? Не желание, которое не сбывается и томит тебя, понимаете или нет? Здесь вот эта вот грань между раем и адом, понимаете или нет? Ад это желание, которое не сбывается, но они тебя влекут, томят, мучают и так далее, понимаете или нет? А то, что в Боге оно сбывается Оно работает, оно приносит удовольствие Это дерево жизни Понимаете? Это дерево жизни От которого мы призваны вкушать В очищенном состоянии И мы знаем, что закон духовен А я плотян, продан греху Ибо не понимаю, что делаю Потому что не то делаю, что хочу А что ненавижу, то делаю Понимаете, вот она эта борьба Вот теперь, когда ты даст этим ключом желание Вы можете еще глубже понять, о чем говорит Павел Если же соглашаюсь Если же делаю то, чего не хочу То соглашаюсь с законом, что он добр Потому что уже не я то делаю Но живущий во мне грех Ибо знаю, что не живет во мне То есть в плоти моей доброй Потому что желание добра есть во мне Но что бы сделать Лунова того не нахожу Вот оно Нереализованное желание Которое меня мучает Понимаете или нет Желание добра есть во мне Но чтобы сделать этого Не нахожу Не могу реализоваться Не могу Не получается Доброго, которого хочу Не делаю А злое, которое не хочу Делаю Если же делаю то, чего не хочу Уже не я делаю То, но живущий во мне грех И так я нахожу закон И так я нахожу закон Что когда хочу делать доброе Прилежит мне злое Ибо по внутреннему человеку Нахожу удовольствие В законе Божьем Но в членях моих Вижу иной закон Противоборствующий Закон ума моего И делающий меня Пленником закона греховного Находящегося в членах моих Понимаете или нет Вот что такое грех Который Испортил нас внутри Который Тоже живет И который мешает нам Реализовываться Мешает нам И мы вот недавно читали Иакова Мы все об этом читаем Говорят то, что Откуда у вас вражды и распри Не отсюда ли От вожделений ваших Воюющих членов ваших Ибо что Желаете и не получаете И завидуете И припираетесь И убиваете И мы все равно Не получаете Понимаете То есть вот он К чему говорит То, что вот Откуда наша Вся раздражительная Наша проблема Наше несчастье От того, что мы желаем И не получаем Вот несчастье Вот несчастье А счастье что? Желать и получать Вот оно счастье Вот я про это говорил Что как будто бы Получилось чуть-чуть Сформулировать То, что долго Не получалось Сформулировать То, что Бог Не запрещает Есть деревья в саду Что Бог создал Эти деревья Для того, чтобы мы Вкушали Бог создал нас Желаниями Для того, чтобы Они реализовывались А не для того, чтобы Они не реализовывались Понимаете? И обман дьявола Заключается в том Что, а смотри Бог вам это Все запретил Понимаете? То есть вы должны Мазачить всю свою жизнь Вы будете хотеть А получать не будете И дальше Вот Яков Он тоже объясняет Он говорит Просит Ну Просите и не получаете А Он говорит Не получаете сначала А почему не получаете? Потому что не просите А если просите То просите Не на добро Но для исполнять Собственное То есть если просите Мы опять просим Не в том духе Не с тем желанием С грехом Мы не очищены Мы не того просим Мы не во Христе Христос не в нас И опять не реализация И опять не счастье Понимаете или нет? Чуть-чуть поняли эту мысль Чуть-чуть поняли Что такое мы Что мы состоим из желаний И что лучше нам Иметь хорошее желание Для того, чтобы они реализовывались И мы просто тупо были счастливы Мы просто тупо Были счастливыми людьми Горели, делали, хотели И Бог нам будет доверять Свои желания Более сильные Вы понимаете, как я вот вижу Бог движется через нас С желаниями Сначала Он тебе дает Такие желания Которые ты можешь Реализовать В том состоянии В котором ты есть Какая разница Лишь бы они реализовывались Правильно? Пускай они маленькие Но по мере твоего взросления По мере твоей силы Он тебе может Давать желания И они будут реализовываться Правильно или нет? И ты будешь больше От этого удовольствия получать Поэтому вот Ну все здесь Тут на самом деле Вся Библия об этом Давид там Да, пишет в салмах Бог исполнит желания Моего сердца Правильно? Сердце чистое сотвори во мне Дух правый Обнови внутри меня Дай мне чистые желания Дай мне Вот я не хочу жить В нереализованности Я не хочу жить В несчастье Я хочу жить в счастье Поэтому Бог он добр И Бог знает Как нас туда привезти И вот он план Божий И сейчас мы открываем Откровение 22 главу И второй стих Читаем про дерево жизни Среди улиц его Давайте мы с первого стиха 22 глава Смотрите Ладно, я сначала прочитаю Потом еще Потом чуть Расскажу про что это И показал мне чистую реку Воды жизни Светлую, как кристалл Исходящую от престола Бога и Агниса Среди улицы Его и по ту И по другую сторону Реки Реки Дерево жизни Двенадцать раз Приносящая плоды Дающая на каждый месяц Плод свой А листья дерева Для исцеления народа И ничего уже И ничего уже Не будет проклятого Я на этом останавливаюсь Вот там Это план Бога Это план Бога Потому что здесь мы читаем Про невесту Агниса Вот это Идет описание Я по своему времени Очень много читаю Книгу Откровения Пытаюсь просто Не все понять Но пытаюсь Вот чтобы у меня Как бы картинки эти Появлялись И там есть такой момент Знаете, что Вот мы Вот у нашего сознания Оно так последовательно движется Нам кажется Что все, что мы читаем Оно должно двигаться Последовательно Знаете Просто вот во времени Да Книга Откровения Написана В другом Совершенно Понимании Ее можно и наоборот Читать В другую сторону Ее можно читать Как идет Идет время Потом раз Как врезка Такая Открылась И идет целое Описание Вот в этой врезке А потом Может быть Время опять продолжается Или там Есть даже такие вещи Когда есть Одна врезка А потом В этой врезке Есть еще Одна врезка Еще одна врезка Понимаете Про что я говорю Там Вот эта Многомерность Соблюдается Поэтому Если мы Ее Трактуем Просто как Линейную Такую картину Да Что вот должно быть Как вот сейчас Там представляют Я думаю Мы много упускаем Мы ее должны Принять Как Откровение Иисуса Христа И как план Божий Что же Бог Хочет И что Бог Ну собирается Сделать И я Вот мы Алексеем Берем Я здесь не вижу Никакого конца Света И никакой Что вот Что-то будет Там Все сгорит И Кто-то улетит Потом Назад прилетят Там И так далее Это духовные символы Того Что Бог Хочет сделать С землей И как Он видит Церковь На земле И вот Вот этот вот Момент Про дерево жизни Это там Был такой момент Когда и взял Меня один ангел Там И сказал Пойдем Я покажу тебе Невесту Агнец А кто Невеста Агнеца Кто Невеста Агнеца Церковь Церковь Не вся Церковь Причем Не вся Церковь Вот это Вот Невеста Эти Избранные Да И И куда Он его повел Да и какую Невесту Ему показал Написано И показал Мне город Небесный Иерусалим Спускающийся С небес От Бога И дальше Идет Описание Про фундаменты Про эти камни Драгоценные Про ворота А потом Мы вот это Прочитали И вот это Вот город Что описывается Описывается Церковь Описываются Люди Которые Живут Определенным Образом И написано Среди улиц Его По ту и по другую Сторону реки Дерево жизни Двенадцать раз Приносящие Плоды Дающие На каждый Месяц Плод И листья Дерева Для исцеления Народов Представляете Река И по ту и по другую Сторону Дерево жизни Одно дерево Не можем Тоже Понять Как это Раздвоенное Дерево Нарисовать Оно Два И в одно Но мы не понимаем То есть По ту и по другую Сторону реки Значит Я не знаю Что это До конца Но я Теперь Вот из этого Ключа Что дерево Жизни Это исполнившееся Желание Вписывается Что вот это Дерево жизни Приносят Эти плоды Двенадцать раз Написано В год На каждый Месяц По своему Плоду И мне Это И то есть У него есть Плоды У этого Дерева жизни То есть Вот это то Что вкушает Вот это Реализация Желаний Реализация Божьих желаний Внутри Божьего народа Внутри Его церкви Которые Живут Вот в этом Городе Которые Являются Этой церковью Которые Живут Вот в том Что Бог Запланировал Они Вкушают Эти плоды Каждый месяц Новый Каждый месяц Новый То есть Это не то Что это одно Какое-то желание Которое ты Всю жизнь Религируешь Это Это разные желания И они что? Они реализуются А там написано А листья Для исцеления народа И теперь С этого момента Я как бы чуть-чуть Понимаю Что такое Листья То есть Это уже не плоды Но это листья Но они тоже Исцеляют народа То есть Народы Именно из-за того Что есть Народы Они тоже То есть Глядя на то Как живут Настоящие христиане Да Как реализуются Они Понимаете Как они движутся Как Насколько Бога У них много Насколько вот они Действительно Живут полной жизнью Вот это вот дерево жизни Оно и другие народы Исцеляет Понимаете Или не понимаете Чуть-чуть Как листочки Они так Понимаете Как Ну что-то так похожее Помните Когда Иисус говорит То что Ну нехорошо Забрать хлеб от детей И бросить Псан Да Ну и Собаки Под столом Крошки Доедают Понимаете То есть Вот Здесь Ну я так Для себя Просто увидел Что вот это вот Листья Это Именно Духовное исцеление Тоже народов Духовное исцеление Народов Которое идет Вот именно От того Как Живут христиане Как живут христиане Как живет церковь Понимаете Или не понимаете Нет Ну Листья Кроме деревьев То есть Если Дерево без деревьев Ну непонятно Ну живое Ничего Когда оно Зеленеющее Ну видно Дим Поле для размышления Ничего Я просто говорю Что есть плоды Есть листья Плоды Вкушаешь И ты этим Живешь Ну я Решил провести Разницу Здесь Да Почему Лучше Быть Церковью И невестой Христа Потому что Ее желания Будут реализовываться На сто процентов Она Вкушает От дерева Жизни Понимаете Или нет Ее желания Они прям Божьи желания И твои желания И ты вот Понимаете Ты живешь Вот этой жизнью Полной На самом деле Но те Кто чуть-чуть Уже дальше Там Да Народы Листья Листья Понимаете Или нет Тоже реализация Тоже реализация Тоже жизнь Исцеленная жизнь Но не такая Полная Как у тех Которые живут Вот Где течет Эта река жизни Где стоит Дерево жизни Понимаете Это образы Понимаете Не уйдите опять В картинки Не уйдите опять В это Поэтому То что я хотел Сегодня сказать То что Бог Благой Бог Он благой Бог Во все времена И Понимаете И он Его план Благой план И он Свой план Реализует В любом случае С тобой Или без тебя Он его реализует Но я хочу Чтобы он его реализовывал Со мной Внутри меня Мной Чтобы я в этом Участвовал тоже Чтобы я тоже Это ощущал Что Как мои желания Они реализуются Почему Потому что Это божьи желания Потому что Они очищенные Желания И И для этого Я понимаю Он и дал нам Духа Святого Понимаете Вот еще одно Объяснение Что такое Вот этот Дар Духа Святого Это дар Внутри нас Его желания Понимаете Что нам Сказал Иисус Реки Помогать И так далее Понимаете Вот тоже Как бы Примерно листья Но И здесь тоже Что такое Иисус Христос Это взрослый сын Подчинивший себя Вот этой воле отца Но не по плоти А по духу Слившийся с ним В одном духе Позволивший себя Водить духом Что такое Суть сыны Сыны Божьи Кто такие Я его много раз говорил Суть Водимые духом Есть сыны Божьи Водимые духом Божьим Суть сыны Божьи Римлянам 8 глава Водимые чем Я говорю Вот этим своим Внутренним желанием Понимаете Вот Водимые духом Водимые изнутри Делающие Что хотят Я уже устал Мне Я недавно Вот боролся Там Помните Может быть У нас Кто-то взастал В прошлом году Перед конференцией Перед конференцией Мы с этим человеком Там спорили В подвале Очень долго Который Как христианин Ну как так Как мы можем Делать что мы хотим Мы должны делать Что Бог хочет Я говорю Ты не слышишь Что я тебе сказал Дух Святой Для того Чтобы мы делали То что мы хотим Потому что То что мы хотим Это Бог хочет Потому что Если ты начнешь Ну как бы По закону Фильтровать И разделять Запрещать себе Там И так далее То ты никуда Как бы не поешь Ты не сможешь Быть Водимой Духом Сын Ты будешь Водимой Законом То нельзя Это нельзя Пока мы Младенцы Да Но Суть наша Призвание наше Предназначение наше Наследие наше Это вот Быть Водимыми Духом Аминь Дошло чуть-чуть Нет? Давайте помолимся